Ни в одной стране мира не продается столько темных вещей, сколько в России. И, конечно, для нас это недопустимо. Спрос на подарки будет всегда, потому что в каком-то смысле это может быть таким антикризисным решением. Алкогольная игра для взрослых. О, вот эта штука потрясающая, это антистресс вообще классный. Такие очки даже, наверное, я своей кошечке куплю домой. Полностью ощутить эмоцию можно только офлайн. Когда я увидел этот формат, я сразу понял, что, во-первых, он кризисоустойчив очень, потому что средний чек невысокий, очень широкая целевая аудитория. Кто приходит в магазины моди? В большей степени это активные молодые женщины и девушки. Как мать троих дочерей она поймала себя на мысли. Здесь все хочется купить. Вот я еще хочу на копилочку обратить внимание. Это же, по сути, символ инвестфьючера. Мы посчитали у вас трафик. Вот, пожалуйста, видео. Вот, пожалуйста, подсчет. И вот наша финансовая модель. Креатив, надежность и высокая доходность. Качественный товар должен стоить денег. Сотни брендов в России предлагают предпринимателям свои франшизы. Ну, действительно, стоящие при этом найти довольно непросто. И мы с вами, друзья, продолжаем поиск. И сегодня поговорим про необычную и очень уютную франшизу – моди. В ее магазинах продают подарки, игрушки и прочие милые товары для дома. На рынке эта франшиза относительно недавно, но уже входит в несколько крупных бизнес-рейтингов. За счет чего моди показывает результат. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, как работает компания и стоит ли подумать о покупке ее франшизы, если вы хотите начать свой бизнес. Потому что в каком-то смысле это может быть таким антикризисным решением. Спрос на подарки будет всегда. Так что давайте обсудим, сколько стоит открыть магазин, какая будет окупаемость и какие нюансы и подводные камни. Друзья, вы смотрите InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Будем, конечно же, очень благодарны, если вы поддержите работу нашей команды лайком и подпиской. Для нас важно понимать, что контент, который мы делаем, действительно полезен. Ни в одной стране мира не продается столько темных вещей, сколько в России. Так подумал когда-то предприниматель Игорь Сосин. Бизнесмен любил путешествовать по миру и всегда обращал на яркие, красочные магазины внимание. По его наблюдениям, в России такого было маловато. И вот в 2017 году Сосин принял решение открыть что-то похожее у нас. Что-то с такими же разноцветными, яркими, красочными товарами, которые дарят положительные эмоции. Первый магазин моди появился в московском торговом центре Атрио. В компании говорят, что это был феноменальный успех. Почти сразу приняли решение бизнес масштабировать. И вот сейчас у моди более 120 магазинов в России. Как своих, так и открытых по франшизе. Компания растет. Она показала рост порядка 15% за последний год. Хороший результат. Франшиза при этом появилась не сразу. Сначала компания отстроила процессы в своих точках. И в июне 2022 в Москве открылся первый франчайзинговый магазин моди. В торговом центре Остров мечты. Конечно, моди сейчас не единственная компания, которая предлагает подобный формат. Ассортимент частично схожи с предложениями Икея и Zara Home. Но эти бренды, как мы с вами знаем, из России ушли. В целом, основные конкуренты моди – это компании, которые продают товары для дома, игрушки, сладости, канцелярию. Ну и в компании утверждают при этом, что не боятся соперников на рынке. И что точно таких же товаров, такого продуманного ассортимента нет ни у кого. Чтобы успешно конкурировать, у моди есть уникальное торговое предложение. Большинство товаров продается под собственным брендом, то есть под брендом моди. На франшизу моди обращают внимание профильные рейтинги, кстати говоря. Она входит в топ-100 франшиз России и СНГ по версии портала businessmans.ru за 2023 год. И в топ-25 франшиз сегмента ритейл в России по версии портала bybrand.ru за 2022. Как говорят в моде, франшиза фактически дает человеку почувствовать себя рантье, потому что большую часть работы по франчайзинговому магазину ведут сотрудники компании. Как моди своих партнеров поддерживает, об этом в деталях тоже чуть позже расскажем. Друзья, думаю, лучше взглянуть на все своими глазами. Журналист Ив Иван Калыганов сходил в магазин моди в московском ТЦ Райкин Плаза. Там он пообщался с директором департамента франчайзинга моди Олегом Покровским. Олег провел экскурсию по торговой точке, рассказал об ассортименте и ответил на вопросы, которые могут волновать потенциального франчайзи. Давайте смотреть. Олег, вот мы стоим перед магазином моди, сейчас мы туда зайдем. И что я, как покупатель, должен почувствовать? Ну, во-первых, я бы обратил внимание на наши витрины. То есть мы на витринок выставляем ассортимент, который сразу заинтересует покупателя, проходящего мимо. Когда человек попадает в магазин, он сразу видит приветственную табличку «Welcome», то, что его рады видеть в этом магазине. Наш экран – это обязательно во всех магазинах, в котором акционные предложения показываются, реклама идет, товары, которые подаются в магазине моди. Ну и сразу закручивается покупательский поток. Давайте зайдем в магазин, посмотрим. Вот обратите внимание, что попадая в магазин, по правилам правой руки, человек сразу проходит зал целиком. И пока он не пройдет все категории, он не попадет на газ. Ну вот, например, носки, о которых мы с вами говорили, производятся в России, я бы себе выбрал бы вот такие, например. Люблю поспать, особенно после правильных. А я выберу такие. У нас сегодня будет дальше интервью, и там как раз, возможно, будут такие вопросы, из-за которых вам покажется, что я вот такой человек. Вот прошу обратить внимание на нашу категорию товары для дома. Здесь представлена часть ассортимента, которая станет украшением, мне кажется, в любой квартире, в любом доме. Вот, не оставить равнодушным ни одну хозяйку. И обращу внимание на то, что сейчас часть брендов сегодня ушли из России, которые представляли ассортимент аналогичной категории. Мы с удовольствием эту нишу занимаем. А вот я еще хочу на копилочку обратить внимание. Это же, по сути, символ инвестфьючер. О, вот эта штука потрясающая. Это антистресс вообще классный. Какой антистресс, вот, любимый у моего сына, младшего. Скоро предстоят гендерные праздники. 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. И как раз в магазине Моди можно найти подарок на любой цвет и вкус. Например, мужчинам будет приятно получить пивную кружку. Такую крафтовую, интересную. Набор для вина. Где-то у нас здесь еще были камни охлаждающие для виски. Девушки с удовольствием получат в подарок дизайнерские кружки. Это, кстати, кружки российского производства с российским дизайном, специально для Моди. Ну вот обратите внимание, например, какие у нас прикольные товары для животных есть. Игрушка с кошачьей мятой Крейзи. Очки для животных. Такие очки даже, наверное, я своей кошечке куплю домой. Мы стараемся везде во всем креативить. Если посмотреть по всем другим категориям, то мы обязательно найдем что-то интересное, что-то прикольное. В этой части зала у нас представлены игры и игрушки, как для детей, так и для взрослых. Есть интересный магический шар в Моди. Помните, как в интересном фильме можно узнать свои предсказания? Алкогольная игра для взрослых. Шотпон. Деревянная развивающая игра для детей. То есть, опять же, на любой вкус, на любой возраст можно найти себе что-то интересное. Осенью у нас начинается сезон back to school, так называемый, возвращение в школу. И вот этот отдел канцеляр, который вы сейчас видите, он увеличивается в два раза. То есть матрица магазина, она не статична, она меняется в соответствии со сменой категории, со сменой экспозиции магазина. Ну и такой ассортимент тоже не оставит равнодушным ни одного школьника, студента. То есть прикольные, интересные такие канцелярские штучки, в которые можно даже поиграть. Один из основополагающих элементов магазинов Моди – это безупречная выкладка товара. Мы обучаем наших сотрудников правила мерчендайзинга и выкладки товара, вот как вы видите, по всему нашему магазину. Сейчас мы находимся в категории продукты. Я хотел обратить внимание, что часть ассортимента производится в России. Есть интересные, как обычно, позиции, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка, мне кажется. В том числе есть такие идеи для подарка мужчинам. Можем предложить тоже вот такой вот интересный продукт, который понравится всем сладкоежкам. Ну что, как вам магазин? Есть ли такой в вашем городе? Может быть, что-то там покупали? Расскажите обязательно в комментариях. Мне кажется, очень ярко и позитивно. И все-таки на этом рынке довольно тесно. Особенно за счет конкуренции с маркетплейсами, как с китайскими, так и с российскими. Почему же потенциальный франчайзи должен выбрать именно моди, а не купить товар в том же Китае и открыть свой онлайн-магазин с названием, ну там, не знаю, мимимишечка? Вы знаете, наверное, не стоит изобретать велосипед по-новому, потому что есть уже давно готовое предложение. И если говорить об ассортиментном предложении, которое есть у нас, что-то аналогичное сделать очень сложно, потому что в нашей компании есть целый департамент категорийных менеджеров, категорийщиков, которые следят за 14 товарными категориями, смотрят, чтобы товар в этих категориях продавался, оборачивался в срок, чтобы не было постоянно проходили какие-то обновления, экспозиции, обновления товаров. За этим всем следить довольно сложно. И к тому же, вы правильно сказали, что если купить что-то на садоводе, то наверняка это можно купить и в интернете, наверняка это можно купить еще в каком-то магазине у какого-то конкурента. Обратите внимание, что наш весь товар под брендом моди, то есть у нас товар весь брендирован и собственной торговой маркой. Абсолютно все, что продается в этом магазине, можно купить только в магазине моди. Я правильно понимаю, что вот эти ланчбоксы, эти симпатичные кружечки с единорогами – это ваш уникальный товар. То есть мы не найдем, скажем так, вот именно такого дизайна, именно такого форм-фактора нигде. Люди, которые занимаются отбором ассортимента в нашей компании, да, они, безусловно, пытаются найти у поставщиков что-то интересное, что-то уникальное. Именно то, чего нет в других магазинах, нет в маркетплейсах. Вот очень интересно, что у нас в России производят. У нас в России производятся чулочно-насочные изделия, часть того, что представлено в моде, да, и продукты. Как работает команда подбора товаров в моде? Без креатива тут не обойтись. В компании молодые активные сотрудники. Они ездят в командировки, смотрят на похожие магазины в других странах, участвуют в выставках разнообразных, делятся опытом, потом составляют аналитические обзоры. В итоге в компании проводят отборку товара. Менеджеры голосуют за то, что им кажется интересным. Далее потенциальные новинки проходят еще несколько этапов голосования, и руководство принимает решение о включении позиций в ассортимент. То есть процесс не то, чтобы простой и какой-то стихийный. Наоборот, как мы видим, продуманный и обоснованный, но в то же время творческий. Кстати, самую большую прибыль моде сейчас приносит категория товара для дома, и в том числе из-за того, что многие конкуренты из этого сектора Россию покинули. Потом идут игрушки и подарки. Как формируется ассортимент магазина, и какая роль франчези в этом? Формирование ассортимента магазина при открытии – это полностью зона ответственности компании МОДИ. Наши специалисты определяют в зависимости от конфигурации того торгового зала, определяют набор оборудования, категории, которые будут представлены в магазине, и полностью заполняют товарную матрицу нашим товаром. Далее, уже когда магазин открылся, франчези вместе с директором магазина, с персоналом может влиять на ассортиментную матрицу в разрезе плюс-минус 20% от автоматического заказа товара. 20% мы оставили для того, чтобы на месте могли принимать решения какие-то, которые мои специалисты и специалисты нашей компании не видят со стороны удаленно. То есть, если я взял франшизу, купил, я могу полностью рассчитывать на вашу поддержку, на ваших специалистов, которые помогут в том числе с ассортиментом? Абсолютно точно. Это наша зона ответственности. Какие форматы торговых точек существуют? Мы открываем магазины от 100 метров квадратных до 250 метров. Но идеальный магазин для нас – это 150 метров. В этом магазине будут представлены все товарные категории, и оптимальное количество ассортимента для своевременной оборачиваемости. Для франчайзинга мы предлагаем все форматы в зависимости от локации. Например, в магазин, в котором мы сейчас с вами находимся, 137 квадратных метров общая площадь и 117 метров торговая площадь. Как мы поняли, моди позиционирует себя как магазин эмоциональных товаров. В компании уверены, что полностью ощутить эмоцию можно только оффлайн. Человек приходит в магазин, видит там многообразие красок, может подержать в руках любой товар и зарядиться положительной энергией. Получить такие эмоции онлайн, ну согласитесь, гораздо сложнее. Ну и, наверное, у каждого было такое. Заказываете на маркетплейсе что-то симпатичное, ну а на деле товар приходит некачественный и совсем не похожий на изображение из карточки. С моди такого не случится, потому что принцип работы совершенно другой. Ну вот, допустим, давайте вам понравился формат этих магазинов, и вы готовы получить франшизу. Здорово! Что вам нужно для этого знать и предпринять? Чтобы стать франчайзи-партнером моди, желательно обладать ну хотя бы минимальным предпринимательским опытом. Это важно отметить. Партнер должен разделять ценности компании, ему должен нравиться товар. Ну и в компании говорят, что часто так и бывает. Человек после похода в магазин остается под впечатлением. Видит или слышит там же в магазине объявление о франшизе и вскоре оставляет на сайте заявку. Такой франчайзи с большой долей вероятности получит добро. Окей, ну а с кем моди точно не будет работать? Это те люди, которые рассматривают этот бизнес с точки зрения только денег. То есть если они говорят, что не очень нравится ваш товар, не очень нравится магазин, но вроде работает, вроде приносит прибыль, поэтому давай-ка я открою, пусть работает. Либо открою жене в подарок, либо открою сыну в подарок. Пусть занимается, пусть возится. Ну мне это не особо интересно. То есть если у человека интереса нет к нашему бизнесу, то зачем этим заниматься, как говорится. В моде предлагают партнерам оставить контроль за бизнес-процессами на стороне компании. Франчайзи ежемесячно обсуждает онлайн или офлайн с представителями моди показатели, результаты и планы. Есть, кстати, партнеры, которые открыли 6-7 магазинов по франшизе. При этом бизнес можно успешно вести из другого города, но, скажем, вы живете в Магадане, а ваш магазин в Москве. Это, кстати, реальный и вполне успешный случай. Я хочу открыть франшизу. Идея родилась. Какие этапы мне нужно пройти до непосредственного открытия магазина? В первую очередь интересует локация нас. То есть нам нужно определить с вами, где мы будем открываться, в каком городе, в каком торговом центре. Для того, чтобы нам составить финансово-экономический прогноз, мы должны посчитать трафик торгового центра. Мы считаем трафик всегда с помощью профессионалов. Нет такого понятия, что глаз-алмаз. Я знаю, что здесь точно будет. Я уверен, я живу здесь 10 лет. Такие истории мы в такие истории не верим. Мы считаем трафик минимум 2 дня, будничный день и выходной день. Считаем с помощью аудиовизуального фиксации. И затем отсматриваем качество этого трафика. Это помогает нам в том числе с переговорами в торговых центрах. Когда мы говорим об аренде, торговый центр заявляет, что у него, вот, пожалуйста, у нас есть график трафика, вот есть у нас количество брендов, которые у нас сидят. Мы говорим, что, ребят, мы посчитали у вас трафик, вот, пожалуйста, видео, вот, пожалуйста, подсчет, и вот наша финансовая модель. Подбор локации, повторюсь, очень важен для нас, потому что от того, насколько качественно мы подберем помещение, насколько качественно мы проведем подсчеты, будет зависеть успех будущего предприятия. И очень часто мы много очень локаций рассматриваем с партнерами. Например, тот человек, который открыл с нами первый магазин франчайзинговый в Москве, он вместе со мной, ну, вот, остров мечты, о котором я говорил, он вместе со мной проехал много торговых центров московских. Давайте подробнее про затраты финансовые перед стартом. Основные инвестиции можно разделить на два этапа, да, то есть первый этап – это подготовительный этап, когда мы считаем трафик. Вообще все инвестиции – это порядка 10 миллионов рублей. Если от 10 до 15 даже миллионов рублей, многие партнеры там считали трафик на 150 тысяч, то есть там одно помещение, второе, третье, четвертое, пятое, но лучше 150 тысяч потратить, да, чем потерять потом 15 миллионов. Вот, поэтому, если говорить вообще о затратах, то есть два основных блока – это затраты на ремонт помещения и оборудования, второй блок – это товар, товарное наполнение. В среднем на магазин 150 метров уходит около 12 миллионов рублей. А продвижение рекламы, маркетинг уже дальнейшее – это на чьей стороне, франчайзи или моде? Здесь все на стороне моди. Мы франчайзи нашим запрещаем вообще использовать телеграм-каналы и вести какую-то работу в социальных сетях. Если у франчайзи есть желание, например, пропиарить свой магазин среди местных блогеров, сейчас эта история набирает обороты, в разных регионах появляются те или иные ребята, которые записывают какие-то блоги, видеообзоры, то мы берем контакт этого блогера, сами с ним ведем переговоры, общаемся, полностью берем эту работу на себя. Что касается постматериалов, то с нашей стороны все магазины, так же, как и магазины собственной розницы, мы поддерживаем макетами, берем эту работу на себя, а партнер уже за свой счет распечатывает на месте. Ну вот магазин уже открылся. Кто контролирует результаты работы, в первую очередь, за кем отчетность основная? У нас есть отдел поддержки бизнеса компании МОДИ. Менеджер этого отдела закрепляется за конкретным магазином. И, во-первых, он является бизнес-партнером для самого франчайзи, во-вторых, он является наставником и бизнес-тренером для персонала магазина и директора магазина. Мы во всех магазинах ставим видеонаблюдение, видео выводится в том числе в нашу службу безопасности для того, чтобы предупредить о каких-то ситуациях, если они могут возникнуть в магазине. А нашим сотрудникам на все гаджеты, планшеты у меня вот установлено тоже видео всех наших магазинов, когда можно посмотреть, что происходит в том или ином магазине. И, конечно же, это система информатизации. Все показатели магазина нашего в онлайн-режиме, там, по-моему, полчасовая, полчасовой у нас обмен, каждые полчаса происходит обмен с магазином, мы видим в системе информатизации. И, конечно, у каждого магазина, у каждого директора есть некоторые цели, KPI, какие-то планы, которые мы закладываем в финансовую модель, и мы уже над этим работаем. То есть мы смотрим, сотрудники, поддерживающие бизнес, смотрят о средневной выручке, смотрят оборачиваемость того или иного ассортимента, оборачиваемость категории, смотрят фотоотчеты по выкладке, либо с помощью тайного покупателя мы смотрим, какая выкладка в магазине, как в магазине персонал приветливый, неприветливый. Проверяем такие вещи. Конечно же, смотрим на показатели финансового результата ежедневного, ежедневной выручки, сравниваем показатели той или иной смены, комплексный обзор проводим. Если мы видим, что магазин прогноз не выполняет, есть какой-то сбой, то мы начинаем активно подключаться, выяснять либо проблема с выкладкой, либо проблема с персоналом, либо еще какие-то моменты, может быть, товарного запаса недостаточно. Но мы держим руку на пульсе и даем обратную связь партнеру. Бизнес это не настолько сложный. У нас, повторюсь, своя уже большая сеть. Мы прекрасно знаем ту или иную проблему. И если есть конкретный трафик, а он есть, потому что мы его считали физически, то, значит, магазин должен работать. Что говорят реальные франчайзи? Вот Сергей живет в Калининграде. У него 8 магазинов по франшизе моде. Пенза, Смоленск, Калининград, Санкт-Петербург, Киров, Воронеж. По словам бизнесмена, средняя окупаемость его торговых точек примерно 15 месяцев. В свой первый магазин в Калининграде он вложил порядка 8,5 миллионов рублей. Помещение было уже с ремонтом. И в планах Сергея открыть еще больше магазинов. Чем его такой формат привлекает? Когда я увидел этот формат, я сразу понял, что, во-первых, он кризисоустойчив очень, потому что средний чек невысокий, очень широкая целевая аудитория. В большей степени это активные молодые женщины и девушки. Но в то же время там есть ассортимент и товаров для животных, как мы знаем, и детская канцелярия, и игрушки, и категория, много широких товарных категорий. Причем в каждой категории взята только выжимка, подходящая на данный момент к экономическим условиям России, то есть удовлетворяющая средним чеку покупателей и многим другим параметрам. Естественно, еще привлекло, что у компании Modi было все полностью под собственной торговой маркой. Я представлял, сколько денег уже вложено в разработку этой компании Modi, сколько она вложила денег, чтобы все сделать так, как оно сейчас есть. Естественно, следовательно, я понимал, что партнеры очень серьезные, надежные, что с ними можно работать, и у компании есть определенная финансовая стабильность. Сергей говорит, что практически все прогнозы, которые он делал вместе с Modi перед открытием торговых точек, сбылись. Ну и тут стоит добавить, Сергей не новичок в бизнесе, он уже работал в сфере товаров для детей. У него изначально была команда, которая и сейчас помогает вести дела. Ну и помогает настолько, что в некоторых своих магазинах Сергей даже не был лично ни разу. Ну, по его словам, этого и не требуется. В том числе благодаря сервису, который предоставляет Modi своим франчайзи. Мы заходили в некоторые торговые центры, которые, ну, так сказать, не вызывали стопроцентного доверия, но в конечном итоге все, в общем-то, оправдалось, все прогнозы сбылись. Главное – иметь надежных партнеров, не только даже, ну, в том числе, в моде там, логистических, не знаю, там, каких-то подрядчиков по персоналу, которые предоставляют рекламу и так далее. Поэтому сейчас как бы все опасения развеялись, и только открываться дальше мы планируем. Римма из Оренбурга. Однажды гуляла по Нижнему Новгороду и зашла в местной моде. Как мать троих дочерей она поймала себя на мысли – здесь все хочется купить. И появилась идея открыть моди в Оренбурге тоже. Я подошла к кассе оплатить свою покупку, и в этот момент у меня родилась эта идея. Я сфотографировала название, уехала и тут же начала изучать. Я считаю, что очень грамотно выставлен товар и подобран товар, то, что дает действительно эмоции, и хочется все купить. Ну, понятно, что там одному одно, другому другое, но товар не заставляет долго принимать решение, его просто хочется купить. То есть и ценник соответствует, и подача соответствует, и сам товар. Вы сказали, что это было эмоциональное решение, вам понравился магазин, и во многом на эмоциях вы это сделали. А какие опасения чисто практически были перед тем, как открыть магазин, и оправдались ли они или развеялись? Опасения были, наверное, больше финансовые, с учетом того, что товар недорогой. Вроде бы матрица такая вся недорогая, а в коммерческом предложении цифра итоговая была, по моему мнению, как будто бы неоправданная. Вот у меня были финансовые опасения, что не будет того оборота, который будет приносить окупаемость. В итоге относительно вложенных средств я не могу сказать, что сейчас прибыль прям высокая, но магазин менее полгода работает. То есть его еще не все знают, он развивается, и я думаю, что выручка будет идти вверх. Но, несмотря на это, магазин с первого дня уже рентабельный. Римма рассматривает возможность открыть еще один магазин Моди в Оренбурге. Я напомню, что у Моди сейчас более сотни магазинов по всей России, и примерно четверть открыта по франшизе. Франшизе новичкам есть на кого равняться, брать в пример, но в то же время получается и большая конкуренция. Соревнования между торговыми точками одной компании. Как Моди делает так, чтобы магазины не забирали друг у друга клиентов? И как долго компания будет сотрудничать с партнером, который дает недостаточно хороший показатель? В чем главные ошибки начинающих франчайзи? Мы же все ошибки знаем, стараемся их предупредить, но большинство моментов связаны, конечно, с эмоциональным фоном при открытии магазина. Потому что очень часто франчайзи говорит, что я знаю свой город, я знаю все покупательские потоки, я знаю все торговые центры, давайте не будем считать трафик, давайте откроемся вот там, потому что у меня там есть, например, там свой магазин, и он хорошо работает, но принимает на эмоциях. Это принимает решение об открытии магазина. Второй момент, когда, например, торговый центр, какой-нибудь самый классный в городе, ставка завышена по аренде. Мы видим, что у нас финансово-экономический прогноз показывает, что торговый центр будет зарабатывать ежемесячно больше, чем будет зарабатывать наш партнер, и, конечно, для нас это недопустимо. Конечно, мы должны выйти на паритетное соотношение хотя бы win-win с торговым центром. Третий момент – это персонал. Франчайзи на начальном этапе многие хотят сэкономить на персонале, то есть не заполнять полностью штатное расписание, как указано в нашей финансо-экономической модели. Мы здесь партнеру говорим о тех рисках, которые могут быть, что не будет хватать свободных рук, особенно в пиковые часы, особенно в те моменты, когда идет серьезный наплыв покупателей в магазине. Ну и, в принципе, со всеми удается договориться. Магазинов много, наверное, некоторые соседствуют. Скажем так, есть какой-то норматив, чтобы там в одном ТЦ, ну, понятно, наверное, не было двух точек моди? Вот как далеко друг от друга они должны быть? Вы знаете, вообще у каждого торгового центра есть свой покупатель, да, и иногда мы сталкиваемся с тем, что люди, которые ходят из микрорайона в один торговый центр, они во второй торговый центр ходят редко. Но, тем не менее, в договоре коммерческой концессии как для себя, так и для франчези мы прописываем некоторые ограничения. В радиусе, там, 2 километра мы не можем открывать магазины моди. То есть есть такая защитная зона, защитная территория. Но довольно часто мы вместе с франчези идем на разные компромиссы. Например, сейчас мы планируем открыть магазин с франчези в Воронеже, вот, а в полутора километрах у него уже есть еще, ну, его же магазин, его же торговый центр. Но, скорее всего, мы проект согласуем, потому что один и тот же франчези, он будет получать выручку со всего этого, со всей этой территории. И вот к чему я веду. То есть точек много, конкуренция может быть даже большая между точками. И я боюсь, например, показать какие-то плохие, ну, не то, что плохие, результаты, например, меньше, чем соседняя точка. И где тут, собственно, та грань? Насколько долго вы будете спасать ту точку, которая, скажем так, является слабым звеном? Очень хороший вопрос. Действительно, у нас на сегодняшний день таких ситуаций, слава богу, пока не было. И, надеюсь, не будет. Но если такое, не дай бог, произойдет, то, конечно, мы со своей стороны будем предпринимать все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но если ничего хорошего из этого не выйдет и не получится нам привести показатели к норме, то тут есть два варианта, как в этой ситуации действовать. Во-первых, можно рассмотреть переезд с одной локации на другую. Дело в том, что у нас, ну, фактически все оборудование мобильное, товар весь упакован, и его можно собрать, не испортив, соответственно, а перевезти с одного места на другую локацию. Это раз. Во-вторых, если франчези действительно, не дай бог, разочаровался в компании моде и не видит, и у него нет желания там переезжать, не видит никаких предпосылок к тому, чтобы продолжить с нами работу, мы можем предложить франчези выход из договора. В этом случае мы со своей стороны готовы рассмотреть покупку у него оборудования, покупку товара, ну, чтобы минимизировать какие-то его риски. Но это всегда индивидуально. Кто приходит в магазины моде? Ну, вот по подсчетам компании, порядка 70% посетителей – это женщины. Это основная целевая аудитория. По возрасту от 17 до 40 лет. И еще их дети. В самом начале пути моде позиционировала себя как фановая, веселая история. От таких характеристик компании и сейчас полностью не отказывается, но сегодня многие покупатели идут в моде не просто ради забавных впечатлений, но и за некоторым комфортом, потому что в магазине много товаров, которые помогут создать уютную атмосферу для дома. Ну, а если говорить о франчези, кого среди них больше – мужчин или женщин? У нас есть и мужчины, и женщины, но, наверное, больше пока мужчин. Но, вы знаете, если так вот вспоминать про всех наших франчези, то, наверное, это больше такое семейное предприятие, потому что и муж, и жена, они вовлечены в ассортимент, они вовлечены вообще в магазин, им интересно этим заниматься, и мы со всеми коммуницируем. Но если говорить уже чисто по договорным отношениям, то больше всего у нас, конечно, мужчин. Я так понимаю, вы поощряете активность во многом. Вот насколько должны быть активные франчези, и можете ли вы ему в чем-то подсказать и указать, где нужно проявлять инициативу? Ну, вы знаете, для нас, конечно, очень важно, чтобы франчези разделял с нами финансовые интересы, то есть финансовую модель. Потому что бывают случаи, когда мы видим, что у магазина есть некоторый потенциал, видим те изменения, которые там нужно сделать, но так как мы не являемся собственником магазина, а собственником является все-таки наш франчези, мы даем ему, например, подсказку, что нужно сделать, как пообщаться с его персоналом, кого-то поменять, кого-то дополнительно отправить к нам на обучение. Ну, и иногда франчези говорят, что меня все и так устраивает, меня устраивает такой доход, который я получаю, вот, в принципе, персоналу не хочу я тревожить. Ну, здесь мы просто смотрим, на какие показатели у нас нас боят, пытаемся путем компромиссов это все нормализовать. Например, был такой интересный случай у нас в практике, когда мы обратили внимание, что в магазине, в торговом центре вечером во всей сети, во всех наших магазинах, как правило, в вечернее время выручка растет, потому что люди возвращаются с работы. в данном магазине выручка не росла, то есть она просто продолжалась такой же, какая она была днем. Мы посмотрели по камерам, посмотрели на динамику конверсии, то есть сколько людей зашло в магазин, сколько купили, и увидели, что в магазин-то заходит людей больше, а покупают меньше. Обратили внимание на персонал, обратили внимание на то, как они работают, и выяснили, что оказывается каждый день в 5 часов вечера директор вместе с администратором магазина делали заказ товара, то есть они проверяли заказ. Когда начинается самый пик продаж, когда нужно быть в зале, нужно поправлять выкладку, нужно общаться с покупателями, они находились там в комнате приема заказов. Мы на это указали нашему франшизе, он поменял немножечко график, и мы увидели хороший всплеск продаж в эти часы. А на что может рассчитывать человек, который покупает у вас франшизу в плане прибыли? Во-первых, наша финансовая модель показывает в пессимистичном прогнозе окупаемость не более двух лет. То есть средняя окупаемость – это где-то 18 месяцев. Если мы видим, что окупаемости такой нет, то мы считаем, что проект этот неуспешный, и мы его открывать не будем. Если говорить о среднемесячном доходе, в среднем по России, то это где-то порядка 350 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. С учетом Москвы, наверное, это где-то в районе 500-550 тысяч рублей. Какие планы на 2024? Будет ли что-то меняться, может быть, в условиях получения франшизы? В 2024 году, скорее всего, мы увеличим паушальный платеж, потому что мы сейчас вышли уже на такой серьезный уровень в плане входящих заявок, входящих интересантов. Кто хотел бы открыть магазин в моде, у нас будет увеличен паушальный платеж, потому что я считаю, что качественный товар должен стоить денег. И это что касается изменений. А в целом, если говорить о планах, то мы планируем в 2024 году увеличить нашу сеть еще на 80 магазинов. 40 из них мы откроем в собственной рознице, и 40 из них откроем по франчайзингу. Франчайзинговые магазины, вот из 40 франчайзинговых магазинов, половину или больше мы планируем открыть с действующими партнерами. У нас практически нет партнеров, которые или не открыли второй магазин, или не находятся в поисках второго магазина. Все партнеры прекрасно видят, понимают, как это работает. Мы, компания, открытая. Наша компания помогает партнеру вести бизнес-процесс магазина, то есть берет на себя управление фактически и работой с персоналом магазина, контролем показателей, определением ассортиментной матрицы. И эта работа стоит 3% royalty. То есть мы берем с партнера 3% royalty, но начинается с 4 месяца работы, как только магазин уже раскрутился и стал уже на такие рельсы. Берем с них royalty. Если говорить про паушальный платеж, то на сегодняшний день паушальный платеж составляет 350 тысяч рублей. Но в 2024 году мы планируем его увеличить до 500. Креатив, надежность и высокая доходность. Так в самой моде говорят о своих главных принципах. Я очень надеюсь, друзья, что наш сегодняшний выпуск дал вам достаточное представление об этой франшизе. Если вы разделяете философию компании и вам нравится ее товар, вы готовы следовать советам команды моди, то тогда вы, возможно, получите дело, которое будет приносить прибыль без какого-то излишнего вовлечения в процессы. Но, как рассказали наши собеседники, активных и инициативных франшизей в моде тоже любят и всегда готовы обсуждать тонкости работы. Скажу традиционную для нашего канала мысль. Если вы хотите вложить последние деньги в дело, где есть риск эти деньги потерять, вы, конечно, подумайте дважды. И уж тем более подумайте, если собираетесь брать для этого кредит, особенно с сегодняшним процентом. Ну а если свободные средства у вас есть, то почему бы не попробовать? Франшиза при разумном подходе может стать одним из нескольких способов сохранить и приумножить ваше накопление. Друзья, для вашего удобства в описании к этому видео я оставлю ссылку на сайт компании. Переходите, если заинтересовались, там можно познакомиться со всеми условиями поподробнее и задать вопросы. На этом у меня все. С вами была команда InvestFuture. Я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги и инвестируйте их с умом. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok